Ленин Генеральной репетицией Великого Октября был 905 год. Генеральная репетицией Великого Октября 1 января Ленин пишет «Европа чревата революцией». Пророческие слова. Глубочайший анализ исторической обстановки. Уже с начала года нарастает шквал классовых боев. Третий год войны. Как никогда обнажились все язвы и пороки самодержавия. Развал в промышленности и на транспорте. Чудовищная эксплуатация рабочих. Все более нищает деревня. Невыносима жизнь бесправных народов национальных окраин России. В Российской империи воедино слились капиталистический гнёт, помещичьи, национальный. В воздухе вновь запахло порохом пятого года. Первую мировую войну Ленин назвал режиссёром социальных потрясений 17-го года. Оппортунисты Второго интернационала, меньшевики СССР, благословили кровавую бойню. Но звучит призыв Ленина. Превратим войну империалистическую в войну гражданскую. Голоса большевиков не заглушить ни полицейским террором, ни каторгой, ни ссылкой. Мы всё ближе к Дню Радости, пишет Дзержинский из Бутырской тюрьмы. Скоро мы услышим раскаты революционного грома, говорит на новогодней встрече с ссыльных Ярославской. Свержение самодержавия близко, восклицает Орджоникидзе. Ленин в эмиграции. Но, как всегда, направляет деятельность партии рабочего класса. Настало время открытой борьбы. Большевики Питера зовут народные массы на улице. За голодных детей, за мужей и братьев, погибающих в окопах. Митинги работниц перерастают в массовые демонстрации. 23 февраля Петроградский комитет большевиков призывает к всеобщей стачке. Долой войну! Долой самодержавие! Вот лозунг, ведущий за собой массы. Лучше погибнуть славной смертью борясь за рабочее дело, чем сложить голову за барыши капитала на фронте. Царь надеется на солдат. Повелеваю завтра же прекратить беспорядки. Телеграфирует из ставки Николай. Войска действовали ревностно. Успокаивает его министр внутренних дел Протопопов. Братья! Не будем стрелять в рабочих. Перейдем на их сторону. Мунтер-офицер Кирпичников, один из тех, кто обратился к солдатам с таким призывом. Волынский полк, Преображенский, Литовский. Войска Петроградского гарнизона поддерживают всеобщую политическую стачку. Прекратите посылку войск. Они действовать против народа не будут. Панически обращается в ставку монархист Родзянко. Последние дни февраля становятся последними днями самодержавия. Восставшие рабочие солдаты не свергли царизм. Революцию, говорит Ленин, совершил пролетариат. Он проявил героизм. Он проливал кровь. Он увлек за собой самые широкие массы трудящихся и беднейшего крестьянства. Февральская буржуазно-демократическая революция становится историческим переломом, прологом Великого Октября. Сегодня народ хоронит самодержавие. Долой царей с пьедестала! Москва Революция идет по стране. Повсеместно создаются советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Питерский совет по существу становится всероссийским. Народ берет на себя охрану общественного порядка. Арестованы городовые и царские шпики. Победа в феврале Победа в феврале Далась нелегко. В Петрограде На Марсовом поле Хоронят героев, Павших за свободу. Идя на битву, Народ верил, что покончит с проклятой войной. Пролетариат станет хозяином своей судьбы. Мужики в солдатских шинелях верили. Отныне они будут владеть землей. Верили. Верили, что отныне будет власть трудового народа. Но за спиной Петроградского совета Буржуазия создает свое правительство. Председатель князь Львов. Министр иностранных дел Милюков. Лже-социалист Керенский, министр юстиции. Коренной вопрос революции, вопрос о власти. А в стране двоевластие. Официально власть принадлежит Временному правительству. Но армия и народ на стороне советов. Они могут мирным путем взять власть. Могут. Но Петроградским советом, Как и большинством других, Руководят эсеры и меньшевики. Вот они, Чхеидзе, Церетели и прочие. Почему же так произошло? К политической жизни пробудились миллионы мелких хозяев. Крестьяне и рабочие из недавних крестьян, Сохранившие черты собственнической психологии. Мелкобуржуазная волна Вынесла на поверхность партии эсеров и меньшевиков И дала им большинство в Советах. Ленинская партия Собирает свои силы. Какой тактике придерживаться На новом историческом рубеже? На этот вопрос дает ответ Ленин. Закончился первый этап революции Буржуазно-демократической. Никакой поддержки Временному правительству. Февральская буржуазно-демократическая революция Не решила коренных Социально-экономических проблем. Разоблачать поборников Империалистической войны. Разоблачать антинародную сущность Временного правительства Пишет Ленин В письмах издалека. Рабочие! Вы проявили чудеса Пролетарского народного героизма В гражданской войне против царизма. Вы должны проявить чудеса В пролетарской и общенародной организации Чтобы подготовить свою победу Во втором этапе революции. Венин должен быть на родине. Сложен и труден путь Ильича Из Швейцарии в Россию. Поезд приходил в Петроград поздно вечером. Площадь перед финляндским вокзалом. Ждут Ильича. Море людей, море знамен. И на всю Россию звучит призыв вождя. Да здравствует социалистическая революция! Первая беседа с соратниками В особняке Кшисынской. Здесь находился Центральный комитет. На следующий день, 4 апреля, Ленин выступает с докладом О задачах пролетариата В данной революции. Знаменитыми апрельскими тезисами. Своеобразие текущего момента в России Состоит в переходе от первого этапа революции, Давшего власть буржуазии, Ко второму ее этапу, Который должен дать власть в руки пролетариата И беднейших слоев крестьянства. Не парламентарная республика, А республика советов рабочих, батратских И крестьянских депутатов по всей стране. Снизу доверху. Отсюда лозунг «Вся власть советом». Сегодня возможен мирный переход Власти в руки пролетариата. Апрельские тезисы Дают ответ на насущный вопрос революции, Демократический мир, Экономические преобразования В городе и деревне. Седьмая Всероссийская конференция большевиков Одобряет апрельские тезисы. Сейчас главное, неустанно, Каждодневно разъяснять, Разъяснять миллионам, Что только переход всей власти к советам Даст мир народам, Землю крестьянам, Нациям право на самоопределение. Размах агитации пропаганды растет. И большевистская правда Находит путь к сознанию народа. И пламенное ленинское слово Несут в армию Морошилов, Гиров, Крыленко. Сотни большевистских агитаторов. Первое мая Семнадцатого года. Впервые рабочие России Свободно отмечают международный праздник Пролетарской Средарности. И как раз в этот день Милюков заверяет союзников, Что Россия будет продолжать войну До победного конца. Ну что ж, господин Милюков, Пожалуйста, в окопы. А, пусть другие идут умирать. Нота Милюкова вызывает Негодование народа, Кризис временного правительства. СССР и меньшевики пытаются Спасти положение. Они становятся министрами Временного правительства. Церетели, Скобелев, Чернов И им подобное. Так возникает Коалиционное правительство. СССР Керенский уже не министр Юстиции, а военный и морской. Почти Наполеон. Американский капитал Связал себя со странами Антанты. Президент Вильсон Объявляет Германии войну. Во имя прибылей Брошены в огонь войны Американские солдаты. Технология убийств Становится все изощреннее. Война, развязанная Германским империализмом, Уносит миллионы жизней. И в Россию приезжает Французский министр-социалист Альберт Ама. Приезжают английские, Французские социалисты, Американские генералы За пушечным мясом. Заставляют присягать за войну До победного конца. Нет, народ против войны. За мир, за немедленный мир. И перед временным правительством Вырастает новый кризис. Буржуазия видит выход В наступление на фронте. Военные успехи поднимут Оборонческие настроения, Отодвинут жгучие проблемы Революции. А если неудача, Ее можно свалить на большевиков. Наспех подготовленное наступление Захлебывается. 60 тысяч убитых и раненых. Страшный итог. Боясь народного гнева, Временное правительство Подтягивает в столицу войска. Казаки. Офицерские батальоны. Патронов не жалеть. Контрреволюция переходит в наступление. 4 июля еще возможен был Мирный переход власти к советам, Пишет позже Ленин. Июльские события Покончили с двоевластьем. Власть в руках Контрреволюции. Плоды предательской политики Меньшевиков и СССР. Киренский поясничает. Да-да, С большевиками покончено. Юнтера разгромили Редакцию правды. Погромы в особняке Кшесинской, где работал Центральный комитет. Разоружены и арестованы солдаты 1-го пулеметного полка. Участники июльской демонстрации. Против Ленина состряпано судебное дело. Ленина разыскивают по фотографиям, найденным в архивах царской охранки. Но партия надежно укрыла вождя. Некоторое время Ильич скрывается в шалаше, у озера разлив. Но и здесь он в центре борьбы. Неустанно работает, обосновывает в своих трудах неизбежность победы социалистической революции. Вождь дает конкретную программу действий. Из-под поля Ленин руководит шестым съездом партии. Съезд созывается полулегально в Питере. После выхода из-под поля партия выросла в 10 раз. Сейчас в ней 240 тысяч человек. Открывает съезд старейший член партии Альминской. Обсуждается доклады о деятельности ЦК политической, организационной. Докладчики Сталин и Свердлов. Тезисы, проекты резолюции все это исходит от Ильича. Съезд определил курс партии на подготовку вооруженного восстания. ЦК партия обращается с манифестом к трудящимся. Готовьтесь же к новым битвам наши боевые товарищи. Стойко, мужественно и спокойно. Не поддавайтесь на провокацию, копите силы, встроитесь в боевые колонны под знамя партии пролетарии солдаты, под наше знамя угнетенной деревни. Партия сплачивает революционные силы. Готовится и контрреволюция. В Москве созывается государственное совещание. Съезжались монархисты, казачьи атаманы, землевладельцы, эсеры, меньшевики, дипломатические и военные представители Антанты. Здесь рождается контрреволюционный заговор. Генерал Калейдин и миллионер Родзянко заодно нужен диктатор. Но кто? Корнилов. Новый верховный главнокомандующий, люто ненавидящий революцию. В середине августа Корнилов сдаёт Ригу германской армии. Это предлог, чтобы ввести в Петрограде военное положение и открыто провозгласить военную диктацию. На Питер движутся корниловские мятежники, французские и английские офицеры. Корнилов уверен, никто не устоит против такой силы. Большевики возглавляют борьбу против корниловского мятежа. Революция в опасности. Все на защиту революции призывает Центральный Комитет. Пролетариат встаёт на защиту Петрограда. И контрреволюционный заговор подавлен. Но страна накануне экономической катастрофы. Буржуазия делает всё, чтобы её приблизить. Пусть революция погибнет от голода. Капиталисты объявляют локауты, закрывают фабрики и заводы. Стоимость войны доходит до голодружительных цифр и исчислимые потери. Пора окончать войну. Пора брать землю у помещиков. Пора ввести на заводах рабочий контроль. Выдержка большевиков в июне и июле инициатива и организованность во время Корниловского мятежа обеспечили партии поддержку масс. Революция стремительно идёт на подъём. в Питере в Москве во многих городах руководство советами переходит к большевикам. теперь за ними миллионы сейчас в партии 350 тысяч человек Ленин приезжает в Питер паровоз 293 историческая реликвия В этих зданиях собирается ЦК 10 октября 16 октября ЦК создаёт военный революционный центр В него входят Свердлов Сталин Бубнов Дзержинской Бурицкой И в этот момент Каменев и Зиновьев выдают строжайшую тайну партии Ленин с негодованием клеймит это подлое предательство и призывает ускорить начало вооружённого восстания Контрреволюция лихорадочно стягивает силы но остановить историю никому не дано только несколько часов разделяют две эпохи это время гудит телеграфной струной это сердце с правдой вдвоём это было с бойцами или страной или в сердце было моём 24 октября восстание началось по ленинскому плану удар наносят соединённые силы революции Красная гвардия революционные полки Балтийский флот захвачены мосты телеграф в руках восставших в Неву вошла Аврора последняя конспиративная квартира Ленина темпы восстания надо ускорить считает Владимир Ильич нельзя в переживаемый момент остаться верным революции не относясь к восстанию как к искусству в сопровождении связного ЦК Ленин уходит в Смольный Ленин в штабе революции темпы восстания нарастают Кельсинфорс Центробалт Дебенко высылай устав этот шифр означал восстание началось и на рассвете в Петроград вошли корабли революционного Балтийского флота 25 октября захвачены вокзалы в руках восставших телефонная станция почта государственный банк Зимний дворец последний оплот временного правительства его защищают юнкера и женский батальон надо во что бы то ни стало сегодня вечером сегодня ночью арестовать правительство говорит Ленин Антонов Овсеенко Чудновской и Подвойской руководят штурмом Зимнего революционные отряды ждут сигнала vigil тяг тяг Documentary КОНЕЦ 21.45 Пробил час истории. Вот его образ, созданный искусством. КОНЕЦ КОНЕЦ Временное правительство не взложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, военно-революционного комитета, стоящего во главе Петроградского пролетариата и гарнизона. Дело, за которое боролся народ, немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание советского правительства, это дело обеспечено. Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян, гражданам России. Временное правительство не взложено. Гражданам России, да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян. На взбольном толпа, растопырив груди, покрывала песней фейерверк сведений. Впервые место, и это будет, пели, это есть наш последний. Второй Всероссийский съезд Советов провозгласил советскую власть, принял ленинские декреты о мире и земле. Какой нравственной силой надо было обладать, чтобы в разгар войны и шовинистической пропаганды сформулировать стратегию мира, выступить с осуждением войны, как величайшего преступления против человечества. Декрет о мире становится признанной хартией международной политики пролетарской демократии. С большим революционным подъемом делегаты съезда утвердили декрет о земле. Помещича собственность на землю отменяется немедленно, без всякого выпуга. Этим историческим актом первое в мире государство рабочих и крестьян отдало землю тем, кто на ней трудится. Крестьяне получили более 150 миллионов вектаров земли. С докладом о мире выступил Венин. Он стоял, держась за края трибуны, обводя трещуленными глазами массу дебюта. И ждал, по-видимому, не замечая нарастающую овацию, длилшуюся несколько минут. Когда настигла, он коротко и просто сказал, «Теперь пора приступать к строительству социалистического порядка. Новый потрясающий грохот человеческой бури». Так описал эти минуты Джон Лерит. Второй съезд Советов сформировал советское правительство. Совет народных комиссаров во главе с Лениным. Победа восстания в Петрограде вызывает революционную бурю по всей стране. Вторая столица сразу же поддерживает Питер. Но революционные силы встречают ожесточенное сопротивление контрреволюции. 1 ноября революционные отряды переходят в решительное наступление. В центр к опорным пунктам контрреволюции взят Большой театр. Взята гостиница «Метрополь». Теперь на Красную площадь. Подавлен последний очаг контрреволюции. Советская власть проходит победным, триумфальным шествием из конца в конец огромной страны. Начинается строительство государства нового типа. Государство диктатуры пролетариата. Партия направляет энергию масс. Революционное творчество рабочих и крестьян неодолимая созидающая сила. В Смольный, в кабинет Ленина сходятся все нити управления страной. Здесь рождаются декреты и государственные акты, раскрывающие демократическую сущность пролетарского государства. Совнарком провозглашает равенство и суверенность народов России. Это первый шаг к созданию Союза Советских Социалистических Республик. Устанавливается восьмичасовой рабочий день. Общенародным достоянием становятся музеи, библиотеки, театры, печать. Провозглашается величайший поход против неграмотности. Начинается культурная революция. Первые декреты советской власти. Они положили начало преобразованием, раскрепостили творческие силы освобожденного народа. Эхо октября прокатилось по планете. Революция в Германии и Австро-Венгрии. Массовые революционные выступления рабочих Европы и Америки. Национально-освободительное движение в колониальных и зависимых странах. Сбывается предвидение Маркса и Энгельса. Капитализм, последний эксплуататорский строй на Земле, исторически обречен. Десять дней подрезли мир. Полвека изменили его. Полвека изменили облик нашей страны. Высоко подняв над миром зажженный Великим Октябрем факел социализма, советский народ, ленинская партия, идут по верному пути к цели построению коммунизма. Чем дальше отходит от нас этот Великий День, тем яснее становится значение пролетарской эволюции в России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok